Приветствую вас, дорогие зрители, меня зовут Лиза и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы с вами посмотрим на ранний доступ игры The Real Estate. Это симулятор недвижимости, в котором мы сможем почувствовать себя настоящим риэлтором. Сама игра выходит 28 марта, но разработчики предоставили мне ранний доступ, за это им большое-большое спасибо. И перед тем, как мы с вами начнем, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там очень много интересной информации. А теперь давайте мы с вами начнем новую игру. У нас будет небольшое обучение сейчас, но в принципе я уже немножко так смотрела. Игра понятная, русский язык есть, слава богу. Сегодня я готов приступить к работе. Новый день обещает быть полным возможностей, потому что в мире недвижимости всегда можно найти что-то особенное. Окей, начнем с компьютера. Это окно в мир недвижимости и ключ к успеху. Шоп-экспресс. Так, выбрать вкладку спальню. Нужен спальный мешок, он может оказаться полезным при повышении класса недвижимости. Время выйти и искать новую недвижимость для сделки. Сейчас мы с вами пойдем искать новое местечко, которое мы купим, которое потом мы с вами будем продавать. Нужно идти до автобусной остановки и добраться до другой части города. Найти остановку, добраться в трущобы, вы понимаете? Начинаем мы с вами с продажи недвижимости в трущобах. Ну, как бы ладно, потом пригород, потом город. Слушайте, ну трущобы, значит спальный мешок вполне уместно там будет смотреться. Вот, смотрите-ка, мы с вами в трущобах. Вот сюда мы пройти не можем, тут невидимая стена. И интересно, что в этих трущобах, конкретно здесь, какие-то хорошие дома стоят. Хотя мне кажется, что обычно трущобы это прям целый район, а не только лишь малая часть. А они имеют под трущобами вот это. У тебя все хорошо, друг? Вряд ли. Вряд ли у них все хорошо. Хорошо, божечки мои. Ладно. Так, хорошо, хорошо. Для продажи 900 долларов. Давайте зайдем. Посмотрим. Ну, это жилище, боже, великолепная палатка. Женщина ее продает, и мы можем с вами торговаться. Она может отдать нам это за 926 долларов. А я скажу 850. That's what I need. А может, можно было еще поменьше. Ну, хорошо. За 850 мы, значит, это купили. Теперь нам нужно улучшить класс недвижимости. Для этого мы можем расположить здесь то, что мы купили заранее. Это великолепную кровать. Сейчас мы ее повернем. Вот. Теперь, когда спальный мешок стал частью жилья, уровень его класса поднялся. Это простое, но важное улучшение увеличит прибыль от продажи. Ну, окей. Мне просто очень интересно, кто действительно снимает здесь жилье. Потому что я считаю, что даже 850 долларов для, ну, условного жителя трущобы там многовато. Это многовато. Ну, и палаточка. Такое себе жилье, конечно. Ну, ладно. Надо как-то еще сейчас его продать, разрекламировать, понимаете ли. Компьютер мой лучший помощник управления недвижимостью. Нужно создать объявление о продаже. Сейчас мы будем с вами продавать. Расположенный под пологом высоких сосен павильон Whispering Pines предлагает безмятежную обстановку для демонстрации ваших сокровищ на распродаже. Его деревенский шарм и открытый дизайн делают его идеальным местом для демонстрации антикварной мебели и коллекционных предметов. Жалко, нельзя самому описание придумывать. Я бы написала просто шалаш бомжа. Так, ладно. Приобретено за 850, инвестировано 49. Так. Моя цена. Тысяча. Тысяча. Небольшая наценка. Теперь осталось найти подходящего клиента и продать ему эту недвижимость. Опа, здравствуйте. Здравствуйте. Нужен дом по цене 17 тысяч долларов. Ну, нету такого. До свидания. До свидания. Очень плохо, до свидания. Что тебе? Дом по цене 17 600. Я могу тебе его продать за 17 600, если ты хочешь. Не хочешь, окей. Как бы я предложила. Нужен дом по цене 8 тысяч. Тоже такого нету, извините. Тебе чего? Да нету у меня таких домов. Я еще таких пока что не накупила. У меня денег на такой дом нет. Хочешь жить в палатке все-таки, да? За 63 тысячи долларов. Извини, моя хорошая. Такого тоже нет. Такого тоже нет. Ты что? Может, ты хотя бы, но... Вы что-таки все богатые? В трущевых ищите дом за 63 тысячи долларов. У меня только палатка за тысячу есть. Так, дом со значениями 1, 2 в слюмс. Тебе это подойдет на более высокую стоимость? Ладно, ты что хочешь? Ну, на. Не интересует. Да божечки. Дом по цене 1400. Я с тем, чтобы посмотреть на этот вариант поближе. Ну, слава тебе, Господи. Хоть кто-то у нас нашелся, кто хочет жить в этой палатке. Ну, вот, посмотри, кровать. Ну, лампочки две. Ну, окна нет. Ну, что-то можно всегда открыть дверь. И она и окно, и дверь, понимаешь, да? Предложу 850. А я за тысячу продаю. Только за 950 продам. Ой. Могу только 50 долларов скинуть? That's what I need. Ну, вот. А что ты? Расторговалась такая. Сегодня был продуктивный день. Но теперь пришло время завершить свою смену и отдохнуть. Завтра появятся новые предложения. Отложения. Окей. Так. Хорошо. Давайте. Как нам завершить смену? Ага. Закончим. Спокойной ночи. Мы продали... Купили одну палатку за 850. И продали ее за 950. А мы еще вложились, конечно. Ну, ладно. Так. Шоп Экспресс. Мы с вами снова покупаем Слиппинг Бэк. Ага. И теперь... Ну что, идем с вами снова торговать палатками в трущобах. Потому что пока что нечем нам больше заняться. Пригород у нас еще не открыт. Пригород откроется со второго уровня. Тут есть система прокачки. Понимаете? Нужно качаться, качаться, качаться. Продавать. Продавать. Это все дело. Доброе утро, ребята. Я тут зачастила к вам. Вы до сих пор здесь, да? Лежите, отдыхайте. Господи. Ну, ладно. Так. Смотрите. Для продажи 1300. Для продажи 1100. Угу. Хорошо. Может быть. Какая-то палатка есть еще здесь. Для продажи 1000. Ага. Ну, вот за 1000 я бы купила вода. Но продам я, конечно, подороже. Так. Давайте зайдем. Может еще за 2000 попробовать продать. Ну, а вдруг кто-нибудь богатый житель Трущопа купит. Так. Ты за 1019 хочешь. А почему ты цену прибавляешь? Откуда 19 долларов взялось? 800. No thanks. 850. No thanks. 800. 880. No thanks. Так. Ладно. 890 и забираю прямо сейчас. That's what I need. Учитесь торговаться у меня. У меня все. Мы купили. Теперь мы с вами размещаем великолепное спальное место. Чтобы людям было комфортно. Это, кстати, какая-то даже двухместная палатка. Посмотрите. Это большая такая вообще. Сейчас мы ее продадим за миллион просто. Понимаете? Это будет для продажи автобус даже есть. Нифига себе. Слушайте, надо копить на автобус. А контейнер, наверное, тоже можно продать. Наверное, контейнер в будущем тоже можно будет продать. Чтобы в нем кто-нибудь жил. Я сейчас все трущобы благоустрою. Все распродам. И это будет замечательно. Возвращаемся обратно в офис. Протно в офис. И надо теперь выставить все это дело на продажу. Эстейт. Опять великолепный. Этот палатка. Я хочу ее продать. Давайте я две тысячи выставлю. А вдруг. Высокая цена. Ну и что? Пусть. Пусть. Вдруг кто-то купит. Здрасте. Нет такого. Так. Дом класса. Первого класса. Ну а там вполне себе первый класс. Так. Нету такого дома. Я же тебе уже сказала. Давайте. Давайте. Вот. Снова ты. Опять хочешь жить в палатке. Нет, да? Уже. Тебе уже что-то получше. Нужно. Ладенько. Драйт у тебя. Драйт у тебя. Нету домов у меня за 64 тысячи долларов. У меня у самой такого дома нет. А вы еще купить хотите? Так. 8200. Подойдет? Ага. Понятно. Не хочешь. Ну почти. Это довольно близко к 8000. Могу тебе и за 8000 продать. Да. Это тебе не надо. Что такое дом первого класса в Слюмс? Ну явно это не палатка, конечно. Я могу поторговаться. Могу сбросить до 1700. Ну слушай, ты вроде хочешь, да? Угу. Как это тебе это не интересно? Да я же могу поторговаться. Все. Я не интересуюсь. Окей. I'm sorry. Не sorry. Не извиняйся. Так и скажи. Нет, да? Давайте-ка цену понизим все-таки. Так. Окей. Я понижу цену до 1700. Ну и цена невысокая. Там, между прочим, рядом великолепная речка. Вонючка. Не сейчас. Нет. Нету такого у меня. Такого у меня тоже нет. 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 Ты мне палатку продавала, а теперь дом ищешь такой дорогущий, да? Так. Здрасте. Здрасте. Да боже. Купите просто палатку. Купите у меня палатку. Нет. О, ну-ка. Нет. Нет. Кроме, майка смешная. А кто-нибудь к нам когда-нибудь придет купить палатку? Может, ты хочешь жить в палатку? Вы что такие все? Не приходите ко мне. Я пока что только палатками торгую. Ой, сатанистка какая-то. О, точно. Тебе подойдет. Ой, господи. Вы видите, как она выглядит? Ну что? Ну. Ну вообще. Ты тут маечки свои развесишь. 1440. Я продаю за 1700. Я тебе предложу 1650. Понимаете? Торговаться. Видите? 85% отлично. Мы в великолепном плюсе. Все. Удачной жизни в палаточке. Я пойду еще какую-нибудь. Так. Так. А нам же надо купить. Нам же надо купить еще одну. Мы будем бесконечно торговать палатками с вами. Мы еще и живем-то. Но это не... Мы тут не живем. Это наш офис. Находится в какой-то... В каком-то подвале. И люди туда приходят, в этот подвал. И такие... А мне нужен дом за 63 тысячи долларов. Понимаете? Найдите. Я такая... Не могу. У меня только палатки. Доброе утро. Это вот уже нет. Этот до сих пор здесь валяется. Так. Так. Блин, я кровать не купила, конечно. Для продажи 1000. Хорошо. Вот тут дальше тоже, может быть, еще что-то продается. Я так понимаю, пока я все палатки не продам, да? Мы с вами отсюда не уйдем. Тын-дын-тын-тын-тын. Тык-тык-тык-тык. Только знаете что? Надо это... Вернуться купить кровать. Жалко, что нельзя купить кровать по телефону. Нечестно. Нечестно. Вообще можно несколько кроватей сразу купить. Так. Шоп Экспресс. Видите, у нас все заблокировано. Кроме великолепного этого. Купим две кровати сразу, чтобы, если что, потом не забыть. И снова пойдем торговать палатками. Понимаете, у нас безумно сегодня увлекательное путешествие. Из трещоб до офиса и наоборот. Но надо же как-то развиваться. Понимаете, у нас пока что только 40 опыта из 200. А нам надо больше. Ну, я понимаю, что палатки можно прямо дорого выставлять. Вот 1700 и за 1650 они все уходят. Так. Так. Для продажи вот эту палатку можем взять. И продать. Давай 1119. Опять 19 долларов он где-то нашел. Слушай, слушай. Слушай. Давай, давай, давай. Мы с тобою 700. Да, согласна. Возможно, возможно, я слишком сильно преуменьшила. Окей. Если не 700, то 750 и забираю прямо сейчас. Нет, спасибо. Ладно, 800. Спасибо. 850. I'll have to say no. 880. I'll have to say no. 890. Эй. 900. Эй! Ты передумал со мной торговаться, потому что я себя веду плохо, что ли? Я сейчас выйду и зайду снова. Ну-ка. Я же могу ее купить и за тысячу. Просто я хочу... Ага. Хитрость. Хитрость. Понимаете? 900. Exactly what I was looking for. А вот. А вот, понимаете? А вот так вот. Вот так вот и надо с ними, понимаете? То выставляют свои палатки тут за миллионы денег, понимаете? Когда они этого не стоят. А если я положу две кровати, это будет семейный люкс. И я продам это за две тысячи, понимаете? Так, хорошо. Теперь нам нужно вернуться обратно. Вообще, когда-то, когда я школу закончила, я думала о том, чтобы попробовать устроиться в одну из этих риелторских тоже компаний, когда я еще не пошла работать в ювелирный магазин. Вот. И я даже на собеседование сходила. Но на моменте собеседования выяснилось, что почему-то оригиналы... А, рабочий день закончен. В общем, тогда выяснилось, что вот она... Я все подписала, там все заполнила. Она такая, ну вот у нас будут все эти документы, а у вас копий экземпляров не будет. Я такая, почему не будет? Она такая, ну вот не будет. А как бы без бумажки я вообще никто. Я такая говорю, ну вы же в случае чего даже мне, если что, не заплатите. Она такая промолчала. Я документы забрала и ушла. Ну потому что так не делается. Так, выставляем на продажу. За... Я потратила 998. За две тысячи вполне... Низкая цена. Ну конечно, 205 это низкая цена. Две тысячи, высокая цена. Ничего, нормально, продадим. Я все мечтаю продать за две тысячи палатку. Так. Подойдет палатка. Ага, хорошо. Нет такого. До свидания. Сейчас опять какое-то время мы потратим на поиск людей. О, тысяча четыреста, да? Давай, ты мне сейчас две тысячи отдашь. Он хочет за тысячу четыреста. Две кровати, понимаешь? Понимаешь? Тут может жить твоя семья. Тысячу семьсот. Ну слушай, нет, две тысячи. Реально, две тысячи. Фу, сто двадцать два процента. Супер. Ну все, удачно жить в палатке. Я выхожу. Я не думала. Я не думала, что... Так, слушайте, у нас теперь две семьсот. Мы в супер плюсе. Мы в супер плюсе. Так, тысяча двести. Тысяча. Во, палатка за... А я же ее уже продавала. Странно. Я ее продавала. Уже. Или это была другая? За девятьсот девяносто шесть. Давай-ка в восемьсот. Спасибо, но я ухожу. Восемьсот девяносто. Вот из меня какой торгаш, а, получается. Вообще, все продаю. Все покупаю. Все со мной торгуются. Так, и смотрите. Далее мы покупаем сразу вторую палаточку. Боже. Женщина из ГТА. Так. Тысяча двести вот эта палатка стоит. Но сейчас он предложит тысячу двести девятнадцать. О, да. Ты даже поменьше предложил. Но я все равно заберусь в восемьсот девяносто. Не уфинкс. Девятьсот. Девятьсот девяносто. Девятьсот девяносто. Ты че? Тысяча, что ли? Да ты вообще прямо, да? Тысяча... Ой, семь тысяч я тебе не дам. Тысяча пятьдесят. Ага, ты уже не хочешь с ним торговаться? Ну не ты, так кто-нибудь другой. Зайдем обратно. Здравствуйте. Здравствуйте. Девятьсот пятьдесят. Тысяча пятьдесят. Тысяча пятьдесят. Тысяча пятьдесят. Тысяча пятьдесят. Вот так вот, вот так вот. Тысяча пятьдесят. Все, теперь нам надо выйти и купить две кровати. Мы выставим эти два объявления и продадим за миллион примерно эти палаточки. Потому что жилье ликвидное. Пользуются, спросим, активно. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Нам все, нам обратно в офис. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Нам главное только еще кровати расположить, конечно. Может сразу миллион кроватей купить, не знаю. Так, шоп-экспресс, спальня. Раз, два. Раз. Эй. Раз, два. Ладно, вот так вот и купим. Хотя, если я сейчас там продам их, возможно, я куплю сразу следующую. Можно еще раз. Вот так вот. Ну, потратимся немножко. И теперь мы должны это все разместить. Жалко, нет быстрого перемещения. Немножко лень мне бегать от остановки и обратно. Ты не желаешь же жить в трущобах? Так. И-и-и трущобы. Все, я еще, понимаете, мы дойдем с вами до того, что я автобус продам. О, снова пацанчик здесь. Все на своих местах. О, ты все-таки решила жить в трущобах, да? Ну, правильно, правильно, конечно. Молодец, что ты меня послушала. Сейчас разместим по одной кровати. Так. Так-так-так. Поставим. Да, тут эта палатка, кстати, маленькая. Реально. Так. Все, поставили. Выставим объявление. Потом пойдем с вами торговаться. И вот сюда еще. Сейчас мы с вами положим кровать. Как тут жить, вообще не представляю. Там же такой запах от этой речки. Это даже не речка. Это какие-то просто сточные какие-то воды. Дин, я надеюсь, люди так не живут на самом деле. Это я все хихахану. На самом деле-то трущобы-то и правда существуют. Так, ну все. Я все разместила. Ну, прикольно. Тут даже звуки воды есть. Вообще, игра интересная. Интересная. Можно дальше развиваться, торговаться. Какие-то шикарные дома продавать. Но начинаем мы, конечно, все вот с таких вот убогих палаточек. Хотя, на самом деле, палатки-то ничего такие. Но, конечно, не для жизни. Жить в таких было бы невозможно. Так, estate. Публикую. Значит, я вложила туда. Ну, две тысячи, я думаю, да, где-то нормально. Ну, цена высокая, это не проблема. И эту тоже за две тысячи. Я все продам за две тысячи. Уже один раз получилось. Нет. У меня такого нет. Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. На самом деле, развитие тут довольно-таки долго. Почти как в реальной жизни. Покупательская способность 100%, максимум клиентов. Трое. Поток лентов 100%. Привет. Нету такого у меня. Привет. Такого у меня тоже сейчас нет. Премиум real estate, понимаете. Премиум палатки. Специально для вас. Моделек людей бы, конечно, побольше. А то все одни и те же. Они сначала приходят палатку покупать за тысячу долларов. А потом дома за 63 тысячи. Что ты такой, как бы... Оу. Поднялся. Привет, дядя в кепке. Нету такого у меня дома. Я только две палатки. Две палатки за две тысячи. А дам обе за пять. Выгодно. Нет такого. Нет у меня такого. Так, ей нужно как раз за 1400. Давай с тобой посмотрим. Пошли, пошли, конечно. Конечно, конечно. Сейчас мы выберем с тобой. Вот. Тысяча семьсот. Две тысячи. Я же говорю. Я же говорю. Я мастер продаж. За две тысячи продала, между прочим. Опять. Так. Но мне должны еще приходить сейчас клиенты. Угу. Так. Нет. Так, вот ей нужно за 1400. Ей нужно за 1400. Я продам за две. Так, я уже научилась. Тысяча семьсот. Две пятьсот. Ладно, две тысячи, конечно, конечно. Это я так пошутила, чтобы точно на две тысячи согласилась. А ты могла и дороже, что ли, купить? Интересная такая, конечно. Так, давайте сходим в офис. В офисе надо купить четыре кровати. Угу. Так. И пойдем снова. Купим опять палатки. Я палаточный монстр. А, рабочий день-то окончен. Все. Рабочий день окончен. Спать пора. А я бегу продавать опять миллион палаток. Ну ладно, ладно, ладно. Хорошо. Продолжим в следующий раз, потому что игра нам говорит рабочую смену нашу заканчивать. Ага. Все, доброе утро. Ну что? Ну что, на самом деле, на самом деле игра очень даже такая неплохая, интересная. Интересно посмотреть, куда дальше там можно вообще развиваться, и какие дома в будущем можно продавать. Меня очень интересуют вот эти вот моменты. Видите? Всякие кресла, диванчики, кровати, стены можно перекрашивать, полы можно переделывать. Мне все это всегда очень нравится. Меня это все прям привлекает. Это все так выглядит красиво. Это почти как Sims, понимаете? Домик обустраиваешь, домик продаешь. С палатками пока что, да. То есть, вот однообразно с палатками. Но если будут разные дома, то с домами будет уже поинтересней. Но продолжать ли мне играть в эту игру, решать вам. Поэтому пишите в комментариях ваше мнение, насколько по 10-балльной шкале, например, вы оцениваете данную игру, понравилось ли вам прохождение, и стоит ли продолжать. Вот. А на сегодня, на этом моменте, ролик подходит к концу. Всем вам большое спасибо за просмотр. Всех вас целую, обнимаю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok